Всем добрый день, с вами Некрос. Недавно меня попросили сделать обзор на новую версию программы OBS, а именно 0.51 бета. Поступили жалобы на то, что якобы стало непонятно, как пользоваться программой. Друзья, на самом деле все предельно просто. И программа стала гораздо лучше. Давайте просто посмотрим на нее. Сразу в глаза бросается то, что под значками микрофон и динамик появилась шкала, которая под микрофоном и под динамиком отдельная шкала. Две шкалы. И вот я сейчас говорю, да, в микрофон, и отлично видно, что вы меня нормально слышите. Значит микрофон настроен вполне правильно и нет лишней громкости, которая будет создавать шумы. В графе источники, в принципе, ничего не поменялось. Но внутри из самих источников, которые мы добавляем, появляются такие маленькие детали, мелочи приятные. Вот такой кнопки, например, я не помню. Сразу хочу отметить, что в программе появился так называемый noise gate, шумовой gate. Я сейчас им не пользуюсь, поскольку у меня стоит шумоподавление отдельное, вне программы. Я его включил в драйвере Realtek HD. А тем, у кого какой-то другой драйвер или по каким-то причинам вне ОПС не работает, или не включено шумоподавление, эти люди могут включить noise gate и, скажем так, поиграться с этими вот ползунками. Потому что если вы поставите слишком низкое шумоподавление, то у вас, собственно, шум подавляться и не будет. А если слишком высокое, то у вас будет слышно отрывками. Потому что некоторые звуки вы произносите тише, а некоторые громче. Это нормально. Также отметим, хочется отметить графу аудио, поскольку здесь появились такие вкусняшки, как усиление приложения. То есть раньше мы могли усиливать только звук нашего микрофона, а теперь можно отдельно усиливать звук приложения. И это здорово, потому что иногда такое бывает нечасто, но бывает. Нас слышно хорошо, а игру или какую-то программу, окружение слышно плохо. И для этого ввели такую интересную функцию. И использование микрофона по нажатию кнопки. В принципе мелочь, но приятно. В трансляции ничего не изменилось. В кодировании в принципе тоже. Только вот появилась такая функция другой размер буфера. Я правда не знаю, что это значит. Я трогать ее не стал. Ну а это все понятно. То есть постоянный битрейт появился. Он вроде был в этой графе в видео. Теперь сюда перекочевал. Но это все понятно. Для тех, кому не понятно, это... Если сюда галочку поставить, то на протяжении всего вашего видео у вас битрейт будет максимален. То есть он не будет перескакивать от 0 до 5000. А просто будет 5000. Но учтите сразу, тогда у вас объем видео выходного будет гораздо больше. Собственно, я даже не понимаю, зачем это надо. Если у вас на экране не происходит ничего на 5000. Зачем форсировать это значение? Ну, может оно и надо. Так, графа видео. Ну, тут появилась вкладка выбора видеодевайса. Это правильно, мне кажется. И появился фильтр. Я еще не пробовал снимать видео и играться вот с этой настройкой. Но хочется вспомнить о том, что когда я снимал видео в разрешении 1920х1080, то при этом при низком битрейте... То есть, вот, например, я снимаю Dota 2. У меня стоит 1080p разрешение, а битрейт 5000. Вот его не хватает. Немножко для Dota в таком разрешении лучше ставить 7-8 тысяч. Почему? Потому что появляются квадратики. Знаете, как раньше мы покупали DVD-диски. И можно было заметить квадратики такие по всему экрану. В некоторых особо динамичных местах. Вот мне кажется, что может быть, вот эта настройка с фильтром связана именно с этим. А может быть, просто это, я не знаю, какое-то по типу сглаживание. Ну, знаете, вот, если вы пользуетесь эмуляторами, да, там, для старых игрушек, то вы могли заметить, да, что там есть фильтры, и они размывают изображение в каких-то частях. Где-то они делаются более четкими. Может быть, с этим связано. В любом случае, новая функция добавлена, это отлично. Можно экспериментировать со своим видео. Я обязательно это сделаю. Так, ну что тут еще есть? Ну вот, вот этого, вот этой графы не было. Ну, она была в предыдущей версии, а в предпредыдущей ее не было. Ее, ну, вроде как, трогать не надо. В отличие от этой вкладки. Вот тут всегда нужно ставить ультрафаст. Иначе, как ни странно, тормозить будет. Но лично у меня так. То есть, я ставлю ультрафаст, у меня все нормально. Предустановка процессора. Если поставить ее меньше, то будет тормозить камп. Вот. Все остальное осталось прежним. Ну, в общем-то и все. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам все стало понятно. Если что, задавайте вопросы в комментарии. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok